С понедельника в Британии начинается действие 14-дневного карантина для всех въезжающих, включая подданных Соединенного Королевства. Предполагается, что у этих людей в период их пребывания в изоляции сотрудники службы здравоохранения будут выборочно брать тесты на вирусы носительства. Режим, который вели власти, не действует в отношении тех, кто возвращается из так называемого единого миграционного пространства. В него входит Ирландская Республика Остров Мэн. Мерами правительства недовольны представители авиакомпаний, считающие, что в группы индустрии туризма Британии будет вколочен еще один гвоздь, не говоря о росте безработицы. В Испании схожие меры вести хотели, но затем оценив возможный ущерб сектору путешествий, составлявшему в допандемические времена свыше 12% ФВП, от идеи отказались. Туристы должны начать приезжать к нам с 1 июля. Важно, чтобы все меры, которые принимают страны, члены ЕС, были бы согласованы, заявил премьер-министр Санчес. Папа Франциск со своей стороны призвал к тому, чтобы его паства прислушивалась бы к советам властей и врачей и выполняла бы их рекомендация. Небольшое количество прихожан – добрый знак того, что самая острая фаза эпидемии уже позади. Но это не значит, что больше нет очагов заражения. Будьте осторожны и аккуратны. И не стоит считать, что с вирусом покончено, что нам удалось его победить. Это не так. В Саудовской Аравии всего выявлено почти 102 тысячи случаев заражения коронавирусом. Сутки назад инфицированных было на 3 тысячи меньше. От COVID-19 умерли свыше 700 человек. Бразилия в настоящий момент занимает второе место по количеству вирусоносителей. Их насчитывается почти 692 тысячи. Летальным исходом заболевания закончилось для более чем 37 тысяч пациентов. Система здравоохранения с трудом справляется с потоком заболевших. Самая тяжелая ситуация сложилась в штате Амазонас, где наиболее пострадавшей группой населения стали коренные жители этой южноамериканской страны.